Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами поговорим о том, стоит ли выкачивать кранвагон. Перед тем, как мы с вами начнем, хочу попросить каждого из вас подписаться на мой канал, поставить лайк данному видео. Ваши подписки крайне важны для продвижения моего канала и для его жизни в целом на просторах ютуба и для возможности конкурировать с другими обзорщиками, которых я пытаюсь, но не то чтобы переплюнуть, но по крайней мере показать какую-то альтернативу тому, что показывают все. Я пытаюсь показывать танки, какими они есть на самом деле в руках среднестатистического игрока и соответственно даю вам честные советы и честные обзоры на машины, как они будут кататься в ваших руках, если вы средне криворукий игрок, не являетесь суперскилловым игроком и не являетесь статистом, беспокоящимся за свой процент побед. Ну и соответственно, если ваш процент побед танцует в районе от минус 50% до 50 нескольких там плюс процентов. Заранее вам большое спасибо за подписку и поддержку моего начинания, поддержку моего канала. Итак, ребятки, возвращаемся к теме нашего разговора, а именно к тому, стоит ли выкачивать кранваген. Если вы не смотрели мое видео, в котором я рассказываю о тех ветках, которые я рекомендую начинающим прокачивать в первую очередь, обязательно посмотрите. Там есть честные советы, рекомендации и обоснования, почему я считаю ту или иную ветку достойной прокачивать в первую очередь. И кранваген, скажу откровенно забегая наперед, входит в перечень таких веток. Что же я рекомендую еще? Открывайте видео по ссылочке или просто заходите в соответствующий плейлист на моем канале, посмотрите видос. Я думаю, он вам будет интересен, если вы начинающий танкист. Ну а возвращаясь к кранвагену, если вы даже не начинающий танкист, но эту ветку еще не трогали и думали подходить к ней или не подходить, скажу следующее. Обязательно подходите к этой веточке и обязательно начинайте ее прокачивать. И сразу объяснение, почему. Первое объяснение, почему, связано с тем, что в этой ветке есть два средних танка и потом три тяжа. То есть, в принципе, вы катаете и на одном типе техники, и на другом типе техники, проходня веточку к заветному тяжу 10 уровня. Давайте будем обсуждать поочередно. СТРВ-74. Средний танк 6 уровня, который имеет у себя на вооружении пушечку с довольно неплохим уроном, который, в принципе, позволяет отыгрывать. Для среднего танка 160 единиц альфы, 148 единиц пробития на топовом оружии, 5,47 единиц, простите, секунд перезарядки орудия, 1757 единиц урона в минуту и довольно неплохое сведение, довольно неплохой разброс на 100 метров позволяет, в принципе, плюс-минус комфортно отыгрывать данную СТшку. Да, она не имба, да, это просто проходной танчик, скорее всего, у вас он не останется и, возможно, вам он будет абсолютно неинтересен для того, чтобы оставлять его себе в ангаре даже на память. Но, ребята, мы-то говорим сейчас о чем? О комфортности прохождения всей ветки для того, чтобы получить десятку. И, в принципе, с учетом УВНа в минус 10 и плюс 20, с учетом того, что я перечислил в отношении разовых уронов скорости перезарядки суммарного урона в минуту, для шестого уровня данная СТшка является вполне играбельной. Да, безусловно, у нее есть и недостатки, отсутствие нормального бронирования, довольно большая башня, но в целом, ребят, танчик катается довольно нормально, довольно спокойно. И вам, честно говоря, ну прям не хочется плакать, когда вы его выкатываете из ангара. И выкачать Лео седьмого уровня тоже для вас не будет какой-то прям, ну, совсем большой проблем. Переходим к Лео. Что Лео собой представляет? Это тоже средний танчик, уже с немножко другой подвижностью, немножечко другим бронированием. И обсуждая пушечку топовую, которая вам достанется, когда вы откроете себе дополнительную башню и, соответственно, впритык приблизитесь к Эмилю-1, к восьмерочке, вы будете иметь у себя в руках следующее орудие. 290 единиц альфы, средняя бронепробиваемость в 155 единиц, перезарядочка в 9 секунд. Я бы не сказал, что это сильно комфортно, но плюс-минус это играбельно. Зато 1910 единиц урона в минуту на седьмом уровне для среднего танка является довольно неплохим показателем. Время сведения и разброс на 100 метров, безусловно, оставляют желать лучшего. И хотелось бы, чтобы было немножечко получше и покомфортнее. Но зато военчик вниз минус 10, вверх плюс 15, вроде бы, казалось бы, не плюс 20, как на СТРВ-74, но все же этих плюс 15 вам будет хватать. А значит, этот танчик, он вполне играбельный и вполне себе нормальный для того, чтобы выкачать себе Эмиля-1. А Эмиль-1, напомню, это восьмой уровень по данной ветке и это уже тяж. Переходим к Эмилю-1. Эмиль-1 имеет у себя на вооружении два орудия. Базовое орудие на три снаряда с цикличным барабаном, перезарядка барабана в 23 секунды и 3 секунды вылет каждого снаряда из вашего магазина. Имеет, ну, я бы не сказал, что сильно много, 1989, давайте будем говорить, 2000 единиц урона на базовой пушке. Это не очень много для восьмерки, ну, в принципе, так, знаете, терпимо. И в целом, при среднем уроне за каждый выстрел, альфа составляющая в 320 единиц умноженная на три снаряда, получается, грубо говоря, под 1000 единиц урона в среднем вы можете вываливать за один барабан. Да, безусловно, потом придется сейвиться на 23 секунды для того, чтобы перезарядиться. Но терпеть, ребят, вам это надо будет не прям совсем так долго, не до девятого уровня, открывая Эмиля 2, а всего лишь до тех пор, пока вы не откроете топовую пушечку на этом танчике. А топовая пушечка на этом танчике уже немножко пободрее. Почему? Потому что у нее перезарядка уже магазина, казалось бы, не настолько короче, как хотелось бы, но все-таки это 22 секунды. Урон в минуту составляет уже 2055 единиц, 320 альфы, как и было, и точно так же три снаряда, как и было. При этом бронепробиваемость 217 миллиметров, а на предыдущем орудии 179, что на 38 единиц меньше. Соответственно, девятое орудие на 38 единиц больше, и вы можете лучше и более зубато сопротивляться в каких-нибудь боях против соклассников восьмого уровня, либо против девяток. Но есть и проблемка. Дело в том, что 22 секунды надо еще как-то прожить. Бронирование у данного танка, я бы не сказал, что прям совсем имбовое. Соответственно, не надо вам вылазить куда-нибудь на рожон. Лучше наставаться на второй линии и играть по возможности от башни. Башня плюс-минус довольно неплохо ловит рикошетов. Время сведения и разброс на 100 метров, да, продолжают оставлять желать лучшего, но в целом вполне играбельно, ну и вам будет достаточно для того, чтобы плюс-минус спокойно и без каких-то затрат нервов, психики и каких-нибудь там, я не знаю, ручьев из ваших же слез, можно и без этого всего обойтись для того, чтобы выкачать себе Эмиля 2. Ну и плюс к тому добавлю, у орудия минус 10, у ВН вниз и, соответственно, плюс 15 вверх. Крайне удобно для того, чтобы отгрыгрывать где-нибудь от неровностей, соответственно, отыгрывать от башни, пряча свой, ну не всегда, прямо скажем, имбово бронированный корпус. Итак, ребятки, переходим к Эмилю 2. Это девятый уровень по данной ветке и последняя ступень в эволюции перед кранвагеном. Что собой представляет Эмиль 2? Эмиль 2 это, в принципе, практически полная копия кранвагна. И я бы сказал, что эти танчики, они практически одинаковые между собой. Скажу почему. Потому что, если базовое орудие представляет себе то же самое орудие, которое стояло на Эмиле 2 в виде топового орудия, то есть, переходя с восьмого на девятый уровень, вы получаете, в принципе, в распоряжении то же самое орудие, что и на предыдущем уровне, но только, ребята, у Эмиля 2 бронирование куда лучше, а его подвижность существенно отличается от Эмиля 1. И вам довольно-таки комфортно на этом орудии отыгрывать. Да, оно все-таки еще без системы дозарядки, но играть-то на нем можно и терпеть вам недолго, потому что кранвагена на этой пушечке вам открывать нет необходимости. Вам необходимо открыть себе топовое орудие 10 уровня, которое точно такое же, как стоит на самом кранвагене. И, соответственно, мы говорим сейчас о чем? Мы говорим сейчас не о цикличном барабане, а уже система дозарядки. И вот, ребятки, показатели данной дозарядки. Три снаряда в магазине, 3,5 секунды между каждым шотом и, соответственно, система дозарядки на любом из патронов, на чем бы вы не остановились. Урон в минуту 1927 единиц, казалось бы, не так уж и много. Но, ребят, пушка-то позволяет вам добирать по несколько шотных противников, а это существенное преимущество перед врагами. И существенное преимущество перед одноклассниками, которые не имеют, соответственно, системы дозарядки и барабана такого, а играют на цикличных пушках. Средняя бронепробиваемость в 252 единицы, я бы сказал, очень даже хорошо и бодро для 9 уровня. Что же касается единоразового урона, то есть альфы, он уже составляет у вас 400 единиц. И если это три снаряда, то, соответственно, в среднем 1000-1200 однозначно залетит в какого-либо из врагов, либо разойдется по нескольким вашим врагам, если вы выцеливаете сразу двоих. Итак, ребятки, по времени сведения и разбросу на 100 метров тут все так же не сильно все весело, но, поверьте, вполне играбина и очень, ну очень просто приятно. Что же касается самого кранвагена. Кранваген это топчик, это 10 уровень, это практически тот же танчик, только с более хорошей подвижностью, по крайней мере, по моим субъективным ощущениям, с лучшей бронированностью, но, опять-таки, мое субъективное, возможно, кто-то не согласится, но мне танчик, ну очень нравится. Мне очень сильно не нравится, когда начинают закидывать ему плохую бронированность. Да нет, ни чего, ребят, тут плохого нет. Просто необходимо уметь отыгрывать от башни, которые имеют просто офигенный скос, и если ты отрыгиваешь правильно, и, в принципе, УВН в минус 9, он как бы позволяет, да, там отыгрывать довольно хорошо, плюс 10, конечно, маловато вверх пушечку поднимать, но не сильно часто-то это и необходимо. В принципе, ваша основная задача, прячьте нижний бронелист, и, соответственно, по возможности, отыгрывайте за какими-нибудь укрытиями. А вот ваша барабанная пушка на 3 снаряда, она действительно будет, ну, крайне сильно смущать своим присутствием в бою ваших же соперников. И здесь уже по времени сведения и по разбросу на 100 метров уже гораздо комфортней. Он существенно меньше, чем у ребят, которые были ниже по уровню. Итак, у вас еще есть вопросы по поводу того, стоит ли качать эту ветку? Если вопросы остались, заходите по окончанию видео, по ссылочке, либо по подсказочке, которая сейчас появится, на мой канал в плейлист Кронвагена, где вы можете посмотреть на каждый танчик каждого уровня отдельный честный обзор, в котором я ничего не приукрашаю, не делаю никаких вырезок, офигенно красивых шотов. Я реально показываю каждый танчик в реальном бою, без склеек, без дублей. Вот так как зашел, так и отыграл. И вы сможете посмотреть, что данная веточка не предоставит вам каких-то существенных проблем, для прохождения. Именно поэтому я и рекомендую Кронваген, как один из первых танчиков, которые стоит выкачивать новичкам. На данный момент у меня все. Подписывайтесь обязательно на канал, мне очень нужны ваши подписки. Я буду рад вам на своем канале. Приходите на стримы. Всех благ, всего хорошего. Ну а с меня новые интересные, а главное, абсолютно честные обзоры, ну а соответственно, честные видео. Всего хорошего, ну и обязательно, мира вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...